Продолжение следует... В центре Киева снова, как и год назад, во время событий на Майдане, появилась гора покрышек. Митинговали боевики батальона Айдар по той же самой схеме. Требование не расформировать их батальон. Такая попытка была сегодня утром у Министерства обороны Украины. Комбат Айдара Мельничук отреагировал мгновенно, собрав людей и покрышки. Батальон Айдар, войсковая часть 06-24, уже не существует. Есть другая войсковая часть, есть другие люди, другие командиры. Причины, по которым Украинское Министерство обороны решилось на это расформирование, понятны. Слишком уж негативный образ сложился у боевиков Айдара в Европе за время гражданской войны на Юго-Востоке. Достаточно вспомнить отчет о преступлениях Айдаровцев правозащитной организации Amnesty International, выпустившей по итогам своего расследования специальный документ еще в сентябре 2014-го. Речь идет об издевательствах, о пытках. И, собственно, если взглянуть на текст этого брифинга, мы увидим в предисловии слова, которые были сказаны одним из офицеров этого батальона Айдар, что здесь вам не Европа, здесь вообще никакого нету верховенства права. Здесь мы творим все, что хотим. Затем уже перед выборами президента Украины против Айдаровцев выступил прокурор Киева Сергей Юлдашев, чьи слова процитировала в Фейсбуке его помощница. «Считаю это внутренней угрозой. Согласитесь, они ведь непрогнозируемы, могут даже военный переворот совершить». Это не первая уже попытка властей хоть как-то усмирить боевиков, формально подчиняющихся военному ведомству, но на практике подконтрольных олигарху-губернатору Игорю Коломойскому, который и финансировал батальон. В результате несколько десятков человек перекрыли улицу и пытались пройти сегодня в здание Украинского Министерства обороны. После трех часов такого пикетирования к Айдаровцам неожиданно вышли представители военных и сказали, что их, мол, неправильно поняли. Якобы была потеряна печать батальона и пришлось делать новую. И теперь, по версии военных, Айдару ничего не угрожает. «Никаких планов по расформированию этого батальона у нас нет. Кроме того, в наших планах по развитию вооруженных сил в будущем, в постконфликтный период, мы планируем сохранение этого батальона в составе вооруженных сил». Но руководству генштаба боевики Айдара не поверили. Тем более, что среди пикетчиков активно обсуждалось то, что в боях под Луганском в них стреляли свои же. «Представители кого стреляли?» «Министерство обороны». «Свои в свои». «Артиллерия работает». «Скажу конкретно даже, кто звонил. Есть у нас такой боец, позывной Абдул. Позвонил он мне без 10.09 утра. И сообщил, что у старого Айдара, где дислоцируются другие подразделения Министерства обороны, был артиллерийский огонь по позициям батальона Айдар в городе Счастье». Здесь же у ворот Министерства обороны Мельничук, рассказывая журналистам о причинах конфликта с военными, обвинил генштаб Украины в сговоре с луганскими ополченцами. «Они хотят сдать Луганскую область, город Счастье. У них есть такие договоренности. Я уже говорил, что есть оперативные данные, что в генштаб занесли большие деньги за то, чтобы сдать город Счастье. Их интересует Счастьенская ТЭС, потому что без этой ТЭС город Луганск будет без электроэнергии». «Заразумелось, ведь хвост такая информация с Кейбином?» «Есть мне, ну, раньше давали 20 миллионов, а вчера я связывался с одним из оперативников Службы безопасности Украины». Практически в то же время, когда айдаровцы обвиняли в поражениях на юго-востоке генштаб, пикетируя Министерство обороны, Петр Порошенко неподалеку от этого места, здесь же в Киеве, у здания Рады, лично испытывал новый украинский БТР. «Есть еще над чем работать». Что же касается комбата Айдара Мельничука, то в конце концов он свернул пикет, но пообещал вернуться уже в понедельник с многотысячным, как он выразился, подкреплением. «Потребуется, будем блокировать и президента, чтобы нас услышал все-таки, услышал наши требования. Поэтому все, что было сегодня, будет продолжаться и в понедельник. И нас будет в понедельник уже тысячи. Пусть власть знает про это». И еще один скандал, связанный с так называемыми добровольческими батальонами. В интернете сегодня появилась видеозапись того, как бойцы батальона «Азов» грабят офис одной из компаний, растаскивая все подряд, от мебели до спиртного. При этом в кадре хорошо виден народный депутат Игорь Масейчук, который и руководит захватом и ограблением офиса. Вот он выискивает в вещах чью-то футболку, вытирает лицо и забирает. Следует напомнить, что еще год назад Масейчук сидел в тюрьме. Он отбывал шестилетний срок. В 2011-м пытался взорвать памятник Ленину в Борисполе во время праздничного митинга, посвященного Дню независимости Украины. Тогда его обвинили в терроризме. Но во время так называемого Евромайдана амнистировали, а затем избрали в Верховную Раду.